Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии президент клуба акробатического рок-н-ролла «Кристалл» Владимир Мануйлов. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, Мария! Очень рады снова видеть вас в нашей студии. Тем более, вы сегодня пришли с такими замечательными новостями. Наконец-то ваши спортсмены покорили пьедестал чемпионата России. Вы первые лучшие в России в своей категории. Да, поздравления принимаются. Спасибо, очень приятно. Но не могу не сказать, что мы долго к этому шли. Последние лет, наверное, 9-10 назад мы об этом могли мечтать. Последние, наверное, года 3-2 мы уже начали предпринимать реальные шаги для того, чтобы попасть в финалы чемпионата России, всероссийских соревнований. Но и в этом году мы на всероссийских соревнованиях заняли уже третье место. И потом уже лучшие из лучших спортсменов от каждого региона представляют свои регионы уже на чемпионате и первенстве России. И мы это делали нашими спортсменами Кабакова, Ева, Соловьев, Лев. Выступали в дисциплине А-класс-микс юниор и юниорки. И заняли уверенную победу. Стали чемпионами России. Ну, тем самым достойно представив честь Московской области, Одинцовского района, ну, естественно, нашего клуба «Кристалл». Владимир Владимирович, вот когда ехали на этот чемпионат, было ли такое чувство, что вернетесь уже победителями? Было такое чувство. Мы предприняли там много подготовительных необходимых действий для того, чтобы это все случилось. А именно там сделали новые шоу-костюмы, сделали отдельную фонограмму на финальное выступление. Но в глубине души, естественно, мы могли об этом мечтать. Ну, вот, видимо, как мечты материализуются. Звезды сошлись. Да, звезды сошлись. Мечта исполнилась. А вот все-таки почему раньше не удавалось покорить пьедестал, чего не хватало? Ведь были и другие пары, достаточно успешные, техничные, но, тем не менее, удача им не улыбалась. Так, как и Еви со львом. Этот вопрос очень-очень многогранен. Так бы, если бы все было бы просто, да, то многие бы становились чемпионами России. И это не было так престижно и так, наверное, иногда до слез волнительно. Ну, приблизиться к такому высокому спортивному результату. Сейчас ребята отдыхают или занимаются и готовятся к следующим соревнованиям? Ой, слово «отдых» нам только снится. Да, ну, такие сны у нас бывают крепкие обычно, да, после тренировочного процесса, да. Сейчас мы активно готовимся. Сейчас у нас пройдет в этом году девятая летняя спартакиада учащихся или молодежи, да, России 2019, да. В этой спартакиаде есть вид спорта, наш любимый акробатический рок-н-ролл. Ну, и так уж совпало, что, скорее всего, честь Московской области будет отстаивать даже две наших пары, две наших пары, вот, для того, чтобы попасть на спартакиаду. Но я знаю, что наши спортсмены считаются одними из лучших в Московской области и входят в тот самый костяк, который и представляет федерацию региона на всероссийских соревнованиях. Да, действительно так. Но в акробатическом рок-н-ролле есть несколько дисциплин, да, и по некоторым из дисциплин мы действительно занимаем лидирующие позиции. Какие это дисциплины? Это одни из наиболее престижнейших дисциплин, не побоюсь этого слова. Почему так? Потому что там очень большая конкуренция, очень много спортсменов, и это куется, наверное, как раз то самое, что позволит потом покорять уже пьедесталы, может быть, там, да, каких-то чемпионатов Европы, может быть, и мира, да. Это дисциплина А-класс миксд юниор и юниорки, Б-класс миксд юниор и юниорки, и А-класс миксд юноши и девушки. Это все с элементами акробатики? Да, вот когда мы говорим «буквка А», там это идет танцевание с элементами акробатических каких-то движений. Это то, что самое зрелищное, самое вкусное в этом шоу. То есть, да, если мы куда-то приходим и делаем какой-нибудь элемент, их сразу все такие «Вау!» Вот это да! Какие перспективы дальше открываются для Евы и Льва? Они стали чемпионами России. Что дальше? Что дальше? Ну, давайте близлежащие. Вот какие у нас планы, что нам еще необходимо, очень важно сделать в этом еще году, будем так считать, учебном. Сейчас мы активно готовимся, повторюсь, к Спартакеаде, 9-летняя Спартакеада, где акробатический рок-н-ролл представлен. И сейчас, 11-12 мая нашего 2019 года, мы едем и будем представлять Московскую область. Московскую область, ну, вот опять же, да, Кабакова, Ева, Соловьев, Лев, наверное, там будет у нас Павлов, Даниил, Дубовая, Анна. Вот активно представлять, ну, повторюсь, там наш клуб, нашу область. И это отбор на самую ту Спартакеаду, которая состоится 8-го июня, если мне память не изменяет. Вот активно готовимся к этому сейчас. Тренировки каждый день, каждый день, каждый день. О чем мечтаете вы сегодня? Все-таки пьедестал заветный покорен. Что дальше? Какое развитие клуба видите дальше? Ну, что дальше? Естественно, есть чемпионаты Европы, чемпионаты мира, Кубки миров, да, и т.д., и т.п. Ну, наверное, об этом надо говорить, да. Самое главное, ну, пройти, например, там огонь, воду, ну, и медные трубы. Ну, эти медные, наверное, там трубы, да, которые там чемпионат России, да, все очень здорово, все очень престижно. Ну, на достигнутом не останавливаемся. Есть очень-очень много других вершин, да, и много достойных других пар, которые тоже, ну, надеюсь, когда-то скоро о них будем говорить. Мне кажется, что после такой красивой победы количество новобранцев, назовем их так, резко увеличится. Мария, ну, уверен, что, наверное... Готовы ли вы принять всех желающих мальчишек и девчонок из какого возраста? Потому что, конечно, спорт яркий, зрелищный, очень красивый. Ну, спасибо, что так отзываетесь. Да, естественно, мы готовы принять всех. Ну, как бы вот о нас узнали. Вот, а вы теперь пригласили, а теперь о нас услышали, о нас заговорят. И действительно, да, всех приглашаем к нам. Но у вас уже большая семья. Заниматься, тренироваться. Сколько сегодня в клубе воспитанников? И какого возраста? Ну, у нас получается... Ну, мне бы хотелось их называть все-таки, как мы это всегда и делаем. Спортсменами. Спортсменами, да. Ребята у нас есть от где-то там пяти-шести лет некоторые, да. Ну, наверное, в большей степени это там общая физическая подготовка и т.д. и т.п., да. Ну, и некоторым спортсменам у нас есть уже там за 30 лет. И они все достойно добиваются каких-то промежуточных поставленных целей. Ну, естественно, стремимся к высоким спортивным результатам. Естественно, для того, чтобы взрастить чемпионов России, это слаженная командная работа необходима. Ну, что мы сейчас и видим, да. Как мне говорил в свое время мой еще там научный руководитель, можно много упорно говорить, какие мы классные, красивые, умные. А можно просто сказать, ну, вот у нас чемпионы России. Ну, вот так. У нас есть теперь чемпионы России. Да. Поэтому судите по делам. Да, именно так. Спасибо, Владимир Владимирович, за интересное интервью. Еще раз поздравляем вас с победой на чемпионате России. Спасибо, Мария, за приглашение. Еще раз могу сказать, что ждем всех. И вы можете это сделать, акробатический рок-н-ролл, вид спорта, который позволит поменять вам всю свою жизнь. Мария, вас тоже приглашаем. Спасибо. Обязательно. Приду. Обещаю. Спасибо. Не первый год, но пора уже выполнять обещание. Да, да, да. Ловите меня на слове. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...